всем привет у нас очередной подкаст и у нас гостях человек для которого наверно нет непознанных граней рыбалок чемпион по фидеру поплавку и всех он и варил ловли немножечко так тоже подвинул это юра сипцов юра привет добрый вечер добрый вечер еще скромно так вот юр чтобы начать один такой вопросик как ты относишься к тому что люди за глаза тебя называют нептун или водяной никак называют называют бог рыбалки во первых как бы спасибо что пришел и вопрос у меня к тебе такой какие сейчас основные бренды приманок в твоем бакане я давно-давно сосредоточился там на нескольких брендов на которые изначально получалось ловить лучше чем на другие например у меня есть коробка с норрисом точнее вместе отдельная коробка которые приманки купленные в магазине японские снасти она лежит гул второй год вообще не тронутая так как я скажем так не поюсь этого слова забил на модно брендовые соревнования и все что организует коммерческий магазин и они скажем так навязывают ловли на определенной приманки я много с от этого отошел скажем так вот и ловлю на те приманка который мне нравится у меня я сосредоточился на там нескольких брендах это ну а по всеми там радио крафт от него никуда не делся без вариантов это мог альтернатива моки но есть но смог и проще она ее можно в конце концов всегда купить да ну почти вот родио крафт а шамка эль потому что считаю что он шамка эль красит так так как я одну разбираюсь в покрасочных делах а шамка эль красит так что очень трудно повторить и вообще так покрасить но тяжело там есть люди творческие с руками а шамка эль потом мне нравится лаки крафт такая старая компания японская у них тоже и воблер есть почти любой горизонт может закрыть вот лаки крафт и немножко мука есть в виде там трема и зону вот и что-то еще есть а и тимон тимон паника да они крыла не знаю да вот наверное пять приманок которые в основном всегда я даже мне там есть вот так вот чтобы понимали местом закладочка в телефоне битбейтс вот и я смотрю как что-то появляется умеет закладка шамка эль а шамка эль тимон вроде радио крафт и лаки лаки крафт и еще что-то и мукой да вот пять закладок которая смотрю что обновляется и и все ну вот так а ну да и русские сюда и разогнаю да его но сдаем воблерами на самом деле тяжеловато потому что у меня их тоже много так как я дружу и работаю с даевой у меня много да и русских но не всегда получается как бы подстроиться под скажем так под их направленность за исключением только минок дабы угла влач до дабы клачи и донные приманки у них тоже замечательно это но степдарт да 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 степдарт но кстати я в этом году попробовал в обкро 30 30 30 д большой немаленький и дорогого кроме у него загубление до 1 и 2 метра и как альтернатива муки сын дольше и он идет глубже чем 1 и 2 и он очень активно шевелится очень активно у него лопата как бы по таким углом что он делает вибрацию такую очень похожую на киби киби тимон а киби пани до киби пани вот такую очень активную и по как правило воблер это по пассивной рыбе и он он скажем так вот именно пассивную рыбу на дайвовский ну трудновато трудновато а когда активно это замечательный тело вот в обкро мне понравился довольно прикольный смотри а как же про бренд trout land блесна trout land ты же активность и сам но это и насчет ну почему-то так пошел воблеры я не застрял внимание на блесна потому что я считаю что блесна это ну не достаточно скажем так простой в изготовлении предмет кусочек латуни который в специальный штамп согнули видов блесен безумное количество на рынке и и у нас и в японии тем более так как мы все таки скажем обсуждаем японский стиль ловли вот и так как я призываю проймы производим блесна trout land и я прекрасно понимаю что кусочек латуни можно согнуть как только тебе захочется игру придать тоже какую тебя только в голове будет я все остальное это уже я так сказал чем дольше приманка воде тем значит на нее больше будет поклевок все кто там говорит что вот блесна это работает это не работает согласен да от форма имеет значение но только от формы ну и само собой от веса от производителя что от блесна не знаю там интер гуд хэнс не ловит все будет ловить просто пуль да если часто пользоваться поэтому у тебя сейчас стартовая блесна это какая flex flex ну кстати вот flex реально очень крутая блесна мне нравится особенно в той расцветке glow которая подложка глава ложка с груз грузии пошло с грузии когда ловили грузину а на пар турниров то на арене вообще затаскивал прям очень хорошо у меня кстати патрот лэнду есть к вопросу ну у тебя там много модели да там у него в этом пион лейк и раза раза вот они все все-таки на что-то на похоже то есть всегда любая блесна похоже да 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 то есть когда смотришь даже японских производителей всем бог же вот ты когда делал свою линейку ты какими брендами на так сказать вдохновлялся но я скажу так у первого который блесна появилась бон я когда ее проектировал есть такая блесна у роба диана мне это нравится визуально как она выглядит я пробовал сделать как диану но когда ты делаешь штамп в рубной все меняется сразу так как проектируешь 1 а в итоге когда до в рубной выгибной все получается немножко по-другому это все можно шлифануть но это все равно ты не сильно предугадаешь как все будет происходить и получилось так что задняя часть блесны очень похожая на напал 38 а передняя часть похожа немножко на руне только поострее пост это не было никакой задумкой сделать эту заднюю часть такую это так ну совокупности так получилось это тоже касается бона хаза а похоже немножко на альфред да но альфред он компактнее уже уже да уже и альфред сделан не из латуни я пытался его расплавить горелочкой а он в трубу он просто рассыпался пластик что нет 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 какие-то опилки металлические ну стали ними не стали а металлический ухо за кстати очень хорошо бы сами очень нравится особенно в весе 20 два с половиной два с половиной я сначала долго не мог и разловить как бы сделал а потом никак не получалось когда начал уже так часто два с половиной и на арене верхний слой когда вот около полутора метров прям претензии но копию но не копия вдохновился альфредом получается да 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 альфреда а лейк это набора это вообще просто маленькую блесну я хотел сделать так чтобы она качалась вот но на самом деле этот набора и есть похоже есть и у волкина и волкин ты имеешь ввиду этот я нет ни волки на новая блесна волкина тоже была пара сервис пир но что-то да 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 такой же задумка там задумка такая что блесна не как бы не колеблется а это вот так вот вниз здесь крючок и она вот такое совершает движение поэтому как бы невозможно уже другую форму просто придать блесне именно маленького размера то есть маленьких блесен это самое сложное либо будет что-то типа м2 типа ну forest м2 у других это шейла все однотипное то же самое что вас взять например rodeo craft но это fresh его да похоже просто то а если взять сейчас еще rodeo craft но потом взять банну 14 какой-нибудь еще да 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 парадокс сейчас вышел прямо они вот так вот в ряд положила себе парадокс смотришь не сильно популярная блесна была не good hands как же на тоже японская не помню бренд я вот смотрю этот парадокс который сейчас там гравити да 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 который там прям пиаре да их нигде купить нельзя но они как бы где-то существует я смотрю да вот же вот она там такая же блесна только написание 165 а там 181 и 8 прям вообще там разницы нет тут я к тому же что кусочек латуни который сокнут он воде будет совершать движение нравится движение рыбе или нет это зависит от сколько это железячка находится в воде да кому-то вот я знаю людей не могут поймать на пол 2 и 5 рыбу вот на 38 он ловит она 2 и 5 и 5 но если человек побросает ее в бассейн 3 и 8 он поймет что 3 8 это вообще ну вообще непредсказуемо что она сделает воде вот поэтому если человек там что-то бросает воду и думать вот она там вот там совершать движение могу уверить что на дне тяжелые блесна на дне совершают аномальные движения непонятно абсолютно а flex flex и и как-то на у меня не знаю откуда появилась был блесна рониса есть есть рониса рониса да исправила она как-то было какие-то года где-то было потом не было ее вообще она пропала и я как-то мне она попала таранис я посмотрел мне причем был виску это два чем-то грамма легкая я думаю а если там не может не 18 компактная очень маленькая а два с половиной там была она размером ну но я не видел два с половиной ранее соведел 3 есть 4 2 и 2 с половиной меня есть даже да 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 но они быстро два с половиной уже убрали с производства так понимаю я как бы знаю знаю что вытянутая блесна такого размера очень стабильно на любых как бы проводках я ее сделал еще на несколько миллиметров шире из из более задней частью немножко подвину чтобы вот от ширина как бы скомпенсировала задняя часть и было стабильная игра я уверен что от с этой блесной чем-то не делал именно весе 3 ты я пробовал то есть блесну прокатывать до 5 грамм то есть он такой кусок за там если попасть ведь мы пробьем да ну вот и 33 оптимальный вес который 35 тоже нормально 33 ты будешь что не делала она стабильно там в воде трепыхает flex прям стабильно идет тоже смотрел я помнишь мы с тобой были в парусе когда прозрачек прозрак был как вот первый когда мы блесну там это блесна улез на английском там тоже мы гоняли и воблеров кучей блесен и прям смотрели как играет флекс шел с причем чем блесна как бы давление воды больше на блесну тем она лучше будет играть чем как бы глубже и ты видишь блесну на глубине например на полметрах она не играет а на полутора метрах шикарная игра а будет ли какие-то навитки в новинки в тратку я хотел сделать блесну у меня есть пробел в блеснах примерно полутора грамм от полутора до двух грамм то есть там лейк лейк в таком если прокатать лейк больше чем 1 на 2 грамма он уже не шевелится он просто ну да 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 вот за счет игры игры нет он просто вот так вот тащится равномерно нету никакой поэтому лейк невозможно утяжелить и хотел сделать блесну давным-давно вот тоже похожий на вельвет артс вот только сделать как ну или от майки есть нет не бан на бан не ванной гут его и и хант нет и все перепу вельвет винать фу это я не удраю а ты не до вельвет артап 1 ворс на форта до форта до хотел сделать тот же там даже был похоже сделан там процент на 70 но есть там подводные камни ну то есть разработки есть то есть ты что-то еще планируешь травму но вот похожая блесна потому что пробел в этом весе есть в ассортименте вот ну как бы основная задача этой блесны в этом весе будет какая какой слой там промежуток между лайком поверхностной блесной и между хозой большого размера хоза как бы силуэт большой 2 и 2 спины грамма а вот именно 1 из 6 грамм например 17 грамма без меньшими силуэтом проводки там до метра глубин но это в японии популярная такая скажем размер блесны соотношение блесны формы и площади скажем так и веса а у нас это не популярно никак вообще у нас популярных блесна 2 с половиной грамма это топ весе которые вот есть на самом деле это ну закономерно потому что глубина водоемов того подобное как ты тогда приманки на водоеме вот ну у тебя такие глубокие знания на самом деле как бы по блеснам там по воблерам вот как ты на водоеме подбираешь приманки то есть это есть какая-то система или ты по воблерах числа воблером все очень легко я знаю какой воблер не загружу заглубляется на тренировке ты понимаешь где рыба и ставишь как бы просто воблер как то из-за того заглубления где как бы стоит рыба с воблером вообще подобрать воблер очень очень легко если дно там еще проще просто по дну что-то а заглублением ты как бы слои видишь там человек например там через пару секторочек ну допустим поймал на то что много ловит русская на рожбел рожбел идет восемь сантиметра 8 вах ставлю точно на вах клюнет я уверен в этом да или знаю что там поймал человек на моку в чё тут париться завершим о куда либо ты где блестанка падает ты чувствуешь какой-то моментом бог тот дотронулся не клюет поставишь примерно там заглублением образно там ну если выдаем там пускай арена там четыре метра а где-то тычок был там на полутора ставишь занму ну я немножко другую как бы хотел выяснить то есть ты прям вот сделал первый запрос там в одном слое правил потом в другом то есть ты по своим спускаешься определяешь где есть тычки уже потом под тренировку все равно ты как примером поднимаешь время года и где стоит рыба как у меня тоже у вас такой но она все равно году года из года в год повторяется нет такого чтобы была какая-то аномалия там рыба не знаю там первым мае была вся сверху во всем вода еще холодная на по-любому быть на дне вот в летом уже поднимется поэтому если ты как бы знаешь из года в год одно и то же это знаешь не слой где она клюет там халовишь а допустим там если ты приезжаешь на турнир у тебя нет возможности там ну там познакомиться с удаем те алгоритм действий есть какой-то как ты будешь ловить в турнире ну опять же знать что рыб запускают да ты как бы готов к этому и бросаешь блесну а там уж быстро определяется горизонт на блесну определяется там пару забросов хватит чтобы определить где она стоит и опять же может там по сторонам чуть посмотреть вот ну например последний раз вот той же киргизии был да там после третьего заброса было понятно где рыба прям сразу провел сверху рыбу запустили рыбы много две проводки на метре нету две проводки на полутора нету блесну на дно уронил два раза мотнул сидит сидит все там она погнал туда все все на дне вдоль на ведешь блесну все клюет другой другой пример насчет рыбы рыбу запустили 300 килограмм вчера навеска 150 200 грамм заброс первый ничего третье ничего пять забросов ни одна уточка кто как обманул не запустили рыбу не запустили слухи были рыбы нет помню какой турнир это не неважно и но помню что эти слухи там и вот и три раза забросил блесну ну никто и и все смотрят берег стоит никто него я помню туда бросаешь воблеры и худо-бедно что-то там еще до 2 рыбки 3 там подловил смотри если говорить про турниры то есть ты уже сказал что монобренды ну ты отказался от монобренд но не то что отказался по желанию хочется половить там можно но на каком-то одном бренде можно сосредоточиться но смысле поучаствовать да но опять же вот это вот участие ты хочешь поучаствовать но не факт что ты в него вообще попадешь тебе надо кнопочку нажать вовремя и еще мониторить и того подобное какое бы тебя большое желание не было это не факт что ты будешь ловить ну я все-таки больше к тому что тебе все-таки нравится больше турнира где нет ограничений по брендам то есть есть больше спектр применения мне не нравится мне просто я категорически не не за это это и это просто как сказать это не турниры это просто фестиваль коммерческий фестиваль это не имеет отношения к ну вообще к форелевому прогрессу в целом нету никакого там прогресса это скорее регресс а вот когда есть когда соревнования абсолютно команда и лавина все ну кроме там стиков и что такое то это однозначно развитие всего движения в я знаю твое отношение к стиком и пружинкам не пружинка же плохо но стики интересно стики нормальная история ну можно половить меня кстати стиков много и я как бы вот когда были соревнования на стик у меня всегда хорошо клевал вот так тоже я не знаю да на стик конечно не то что западло но так себе но можно это просто на пружинке не ловил ловил вайлайл раза три бросил хорошо какие турниры в прошлого года ты можешь ответить ну я в прошлом году мало ловил этом сосредоточился на фидерных соревнованиях и ездил максимально много на фидер даже не он нигде не попал чтобы трава отобраться на траут мастерство подобное но из таких значимых соревнований которые были это были в питере супер соревнования это когда вот открытие когда еще с резиной а когда ты мне сказал что руки болят от того что мы поимок немерено ну там все равно и рыба была хорошая навеска рыба большая рыба клевала зачем там резину сделали непонятно но все равно вот наверное такие запоминающиеся однозначно были там причем командные были соревнования финалом в обалденном с вообще водоем в питере просто суперский не знаю почему никто не они мне не по мне упоминает но сделано замечательно я думаю в этом году еще там еще благородит будет супер и количество людей которые там помещается это просто безумным стадион еще там стадион еще просто про него что-то все забывают но это реально стадион на котором можно ловить и причем и глубина глубина одинаково никаких бровок ничего ровная корыто лови где она там ловится главное только чтобы рыбу в воде было вот так что вот первое наверное это все запомнил лидерский да ну и как обычно беларусь парус но у нас там можно все на одной руке даже вот на до киргизии ну ты кстати действительно там не в большом количестве турниров в прошлом году участвовал но понятно что то это как это рыболовная жизнь она связана не только с форелью фидер поплавок фидер по сейчас в твоей ну такой спортивной карьере больше каких рыбалок есть фидерных однозначно да вообще но фидер на большом подъеме если думаете шо форель по подъеме самого сервера продолжает так но на фидерное количество людей которые ловят фидером безумно большая по сравнению с форель и это за обусловлено тем что условия ловли есть если потому что любой водоем дологи где хочешь а форель она очень узконаправлено это москва питер да и все не ну еще можно сама самара 1 1 там уже нет все равно это просто вот небольшая скажем так кучка людей большого большого желания увлечения которая ездит по тем но инфраструктуры нету не инфраструктура сейчас тоже появляется и мы лет здесь в этом объеме как доступные водоемы фидов фидере водоемов безумно много просто безумно а кстати тебе помогает фидерный поплавочный опыт в форелевой рыбалке наверное нет то есть абсолютно разные абсолютно я кстати думал помогает но только если там крючок привязать поменять и узелочек там связать и все а поведение рыбы белой да и форели прям вообще нельзя никак страну форели там голову мозгов не там там непредсказуемо чем может произойти если дикая рыба ты знаешь что она червяка съест на прикорку приплывет то форель если это в особенно крючком три раза уколоть она уже не клюнет а дикая рыба через какой-то период времени клюнет мы ловили водоем были чего-то 5 и рыбы ты имеешь ввиду как раз бельна то есть леешь там леешь плотва леешь плотва карт мы ловили на водоемах закрытых водоемах неделю и клевала грубо говоря одна и та же рыба но только какая-то но все равно чувствуется что это одна я видно что она так устает и там похуже клюет но все равно как бы есть определенный цикл когда рыба опять начинает есть они сразу не на следующий день не через два может через три дня но начало начинает есть и когда водоем запрессован ты все равно знаешь что она клюнет форели такого не не бывает ну бывает вот крайне редко она клюнет там два три четыре раза а потом уже там танцы с бубнами и того подобное но это да там возьми братья его тоже самое да там насколько запрессованный лещ там или каждый лещ был пойман не по одному разу это когда ловишь там уже у него и крючки и он все равно вы порваны то есть видишь и он все равно продолжает жрать есть боевая плотва там какая-нибудь попадается без чешуи и такими губищами там да без чешуи да а в сфорелью там ну там допустим то же самое бисеру помнишь нас там мы соездили несколько недель подряд по средам по моему и там за каждой неделе все хуже 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 а запусков не было турнир не было все хуже клевал да наверное здесь плавала вдоль сетки такая прям еще жарко и был и опять же у нас водоемы у нас нету скажем воды который бы форель травилась круглый год ей нравится определенные но когда вода прохладнее а летом тоже совсем жарко ну да там летом вообще было этого мучаешь да слушай я знаю что ты вот ну уже сам говорил что за японцами очень активно следишь не слежу ну по крайней мере новинки ты отслеживаешь ну потому что просто и я свяжу новинки в магазинах меня тоже там страничке есть закладки импер там на маньяке есть страничка я смотрю что там появляется на троут шопе ну и какой там еще троут айленд или чем-то вот так вот мой вопрос чем сяду то есть многие как бы там ну читаешь чат да говорят вот японцы там чуть ли не короли форелевой ловли я знаю примерно такую же историю фидере про англичан и драли мы тех самых англичан в частности ты же их на чемпионате мира и драл вот как ты думаешь с точки зрения этой мифологии что японцы очень крутые форелевые рыбалки это правда или по большому счету ну как всех можно обыгрывать и не так они как бы крутые как на самом деле их пытаются представить ну если взять параллель между например поплавком или фидером для того чтобы что-то получалось вот я по своему опыту надо если переходить в года это наверное надо минимум десять лет с хорошим ты должен быть не с нуля а уже с уровнем какие-то ловли и примерно лет десять чтобы догнать тех кто это придумал кто ну как бы задает моду да и тогда ты как-то приблизишься к ним и если ты будешь с ними ловить вместе если часто встречаться на соревнованиях ты будешь наравне если они будут своей жизнью жить а ты будешь своей жизнью жить и на них смотреть ничего не будет но допустим там в поплавке кто там были законодательные итальянцы французы французы итальянцы бельгийцы бельгийцы в фидере те же самые англичане немцы всех ты обыгрывал а вот с японцами тебе хочется форели по сражаться то но у них очень закрытое да мы смотрим только по картинкам можем к сейчас и съездить но все равно все это по картинкам и по телевизору съездить конечно интересно но чтобы ловить наравне это надо хотя бы раза три-четыре быть рядом и общаться ну то есть имеешь ввиду примут с ними турнир там вот и до провести да ну вот поплыв возьмем за примером первого полуострирование почему мы скажем так достигли уровня такого же как там европейцы назовем тогда там англичане итальянцы французы мы ловили я ездил в европу мы ну в команды чемпионат европы чемпионат мира плюс еще там пару и всякие клубные до клубные и были выезды по 4 5 выездов в год в сезон 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 то есть полгода получше апрель май июнь июль август сентябрь ну да да рубля по каждый месяц и мы там проводили неделю да там же недель тренировки 5 дней тренировки два дня соревнований форель такого нет причем ты тренируешься фидери по плавке в боксах да рядом с соперниками то есть ты ловишь также неделю как будешь ловить как на турнире как на турнире и рыба запрессовывается и того подобное и когда ты вот этот процесс у тебя 10 лет проходит ты начинаешь понимать почему-то 10 лет назад не мог их обловить и когда кто-то строит иллюзию что мы там всех сейчас обловим да то это только иллюзия не более того но форели частый фарт решает решает вообще многое когда счет 1 0 ну понимаешь побеждает сильнейший но фарт конечно он ну да много много турниров где шаровая рыба может хотя ты знаешь я посмотрел фэлл этой зимой последние там тоже шара фидерная лига нет почему там нормально я разговаривал с людьми не не там тоже есть то есть система была до ловли все там надо посвящим 0 есть система есть всегда даже ноль это все равно стабильно 0 приносить это тоже уметь надо нет но стабильно не надо уметь слушай если вот посмотреть на наши реальные соревнования я вот знаю что там со многими разговариваешь многие вот когда ты им попадаешься например в какой-то жеребьевки мандражирует с тобой выходить в один сектор ну то есть орел то у тебя есть чемпиона а у тебя есть ну реально неудобные соперники против кого ты не хотел да мне не наоборот только в кайф там с кем угодно ловить да вот лёха был только что да с ним был сколько раз ловили я не помню по моему он там столько раз мечетов облавливал не ну как-то и может быть я там разочек то да там обловил а до один раз точно было помню на парусе было да а в целом всегда интересно да с кем угодно с киргизами с рашидом помню там в котлах уметь точно в котлах лучше ловит чем я однозначно то есть у тебя там такого предупреждения против какого-то соперника нет пофигу по большому счету ну ну чем сильнее тем лучше вот круто я кстати видел как-то а на этом на турнире форест в прошлом году павловский ты с кем-то ловил сектор ты еще ему подсказывал как ловить то есть ты знаешь не еще рассказываешь ему как ловить на что и тогда то есть еще и там если соперник сложения подтягиваешь да там по уровню не но и смотря как если но в этом году я не помню какой был турнир на парусе мы ловили и сосед он прям как-то такой такой новичок и он такой прострация находился что происходит и в этом году что-то было а там какой-то было не а по на дне на такие рывки резкие она стала реагировать я ловил по-моему на дайв на прессовский этот степ дарт да и прям вот прям вот так дергал дергал бах раз три рыбы поймал ты видишь что делаешь а он на ливором говорю ты будешь посильнее там три раза дернул бах поймал говорю да а просто а он там вела ну как просто еле двигаясь понятно слушай тоже часто интересуется допустим там если говорить о наших подкастах ноги там просит просили тебя как бы в подкасты про приманки мы поговорили а многие спрашивают спросите обязательно у юры какие у него палки в стойке то есть вот твои рабочие инструменты его я мне такая история до сих пор лежат те палки с которым начинал я же ну пришел и ничего не понимал а в каком году ты пришел получается в залит на r5 назад 6 может ну то есть 19 18 год наверно как арена появилась да да вот я пришел когда арена появилась там же первых годов работа алёшку да мне просто понравилась инфраструктура как все происходит и между не сезоном фидерным поплывочным ну как бы заняться чем заняться поддержание формы до первые палки еще тогда резиновые турниры были да да еще с резины ловили у меня там были прототипы фиш сезона собранные работниками только не фаре вами до сих пор лежат никуда их не дену там прототипы такие что катушка-держатель французский вот с такими надвижными но ни разу ничего не выскакивал вот они лежат там на полочке лежат потом мне кто-то давал и мага благ и мана его 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 потому что я считаю что эту удочку точнее ты очень здорово придумаешь новый название любым брендом типа балкейн рифс раннер нет не я придумал а другой придумал вот но как быть ну хорошо и маг да но я не она не понравилась я ловил несколько раз ничего не по ним не понял как бы сразу ушел от этого потом получилось так что у меня на каких-то соревнованиях иначе пресса выиграл палку еще там да 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 и потом пандемии было там еще что-то я там на купил лет на аукционе радио крафт в итоге сейчас у меня получилось так что 50 процентов пресс 50 процентов радио крафта вот пресс и с карбоновыми ручками лтд есть и классические есть или пробковая ручка есть на гс их и ну разные и когда люди там тащится только от радио крафта и и в руках не держали там пресса тоже с карбоновыми кольцами палки замечательные катушки держатель такие же как у пресса вот ой как у родика вроде когда а из пресса там 62 мл о этот палку который ты мне посоветовал у меня несколько с пробковой ручкой да с пробковой ручкой до 62 мл очень хорошим я снова и началась любовь с пресс до бросковая потом с лтд с карбоновой ручкой элька 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 да 61 элька элька потом еще у меня старые пресса с кольцами переделанными там была серия недорогая обычно я понял тоже с пробковой ручкой с пробкой ручкой да 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 это 100 старая серия там кольца 1 перемотал под флюрик замечательный очень похожи чем-то на белого волка эльку но там какая модель 60 уель какой-нибудь нет 60 мл а счет и мы до 62 или 60 не нет что от 1 мл нет там 60 или 60 вот у меня тоже она есть блин под флюр прям вот я с кольца перемотал вообще а из родиков серый волк синий желтых несколько там штуки 3 у л ст элька там еще там не было а эти как они белые золотые волки только в черный я так к удочкам но отношусь в относительно хорошо кто-то говорит там бросает кто-то не бросает кто-то там универсал кто-то универсал я думаю что все зависит от рук и от комфорта человека ну как ты сам спал лучше лучше катушки обратить внимание к ходу катушки легкости комфорта катушки нежели к самой удочки а ты кстати вот если брать катушки чтобы порекомендовал сейчас для форелевой ловли из катушек модели какие-то от бюджета многое зависит но давай так вот есть на первого человека нет делу медиум и хай можно из лювиса сделать конфетку у меня кстати есть твои лювис они реально очень из лювиса выбрасываешь максим он становится пресса только у пресса на главной паре подшипники 3 7 11 3 а там на пресс 7 11 2 с половиной она любви 7 11 3 миллиметра даже больше подшипник и лювис немножко скажем так даже наверно помощнее чем пресса единственно пресса придатка 4 9 а у лювиса там 5 5 1 или 5 и 2 надо чуть поскоростнее но из лювиса можно сделать просто бомбу причем делов то там нужно перемазать на масло и удалить и как опять же если ты сам умеешь как бы это делать а так можно отдать даже никто видео не снималась у кто не снял я просто у японцев нашел видео случайно лишь не следишь за японцами да и случайно я когда увлекся переборка катушек смотрел там что-то искал увидел человек как любви сделают они оттуда вырезают этот максим ну картридж именно магнитик убираю просто нагревают аккуратненько удаляют его можно потом обратно приклеить не проблема и получается что у тебя вот это вот вращение которое да а кто-то говорит что это сразу катушки плохо пресса сделал почему людям нравится пресса стезы и пресса старые еще там какого там года пятнадцатого четырнадцатого который еще таки там все крутится очень легко все суперски потому что там нет рука 3 же магнитного они для пресноводной стис это басовая там нету соли они ловят без максила пресса тоже форелевая без максила поэтому крутится хорошо и сейчас новые пресса двадцать первого года там тоже нет максила крутится все замечательно ну а я недавно кстати смотри вот давай если низкий сегмент это любит до вырезать из него максов вообще будет ну просто дом баррес к это средний наверно уже не надо ничего делать просто берез пресса средний сегмент и сразу из дорогих это стис получается или а сейчас нет стеза асти за нету нету сейчас из такого среднего это айрити вот я кстати положил глаз сейчас новую из дорогого из дорогого нет дорогой это экзист а экзист я сейчас положила сейчас выйдет новый айрити сф новый с новой шпулей и с новым ротором ротор просто вообще бомба я вот завтра ой вернее в четверг как раз ну на днях буду скажем так в офисе в даевском там будут новые вот эти новым ротором хотел прям безумных покрутить и там ротор новый он сбалансированный то есть сейчас новая тенденция у даевы новых роторов и я уверен что вот с этим ротором который сейчас будет сделан катушка будет другой он легче сбалансирование немножко изменен пиньон вот у этого айрити сф и будет катушка крутится очень мягко прям безумно мягко то есть получается тогда давай подведем это клювис преска и и либо экзист либо айрити новая да а слушает тебе кстати вот ну ты говоришь будешь там в дайве то есть ты же являешься как бы партнером да его да то есть просто фиром наверное не знаю но то есть это будет они тебе дают какие-то предсередники на тестирование то есть это нет это занимается головной офис мы просто ловим рыбу на эти снасти японцам да мы мне просто ловим снасть на эти снасти а это все придумывают скажем так инженеры профессионалы а прислушиваются они к обратной связи допустим от тебя там или это прям такой не единственный есть нюанс могут прислушиваться если для рынка делается катушка для определенного определенной страны когда для определенной стороны ты можешь как бы ну теоретически сделать под свою страну пример из дайва и key они делают для себя фидерную катушку при дары под свои как бы задачи также может и быть дайверус сделать под определенные задачи катушка но это должна быть как бы катушка массовая ну рынок огромный до должен То есть для форели это нецелесообразно, для фидера, для спиннинга целесообразно. Потому что гораздо больше. У меня сейчас большая надежда, я только смотрел выставку и обещаю, что в марте появится вот это ARTSF, я прям надеюсь сделать там. Но ты ее именно для форели возьмешь, правильно? А, да-да-да, это форель, форель, форель. Я хочу сделать себе, скажем, подарок, потому что Экзист, я вот недавно 18-й Экзист как бы вскрыл корпус, шикарнейший корпус. Очень плотный, все отлично. Но от пресса ничего такого. Ничем не отличается? Ну, там картридж, Максил, конечно, она сложнее сделана, но по смыслу именно в работе берешь пару от прессы, пару от Экзиста. Знаешь, там неизвестно какая. Перемешал, поставил, все равно работает. Ну, примерно так, да. Но корпус, плотность корпуса, защита, вращение, оно похоже. А применение, кстати, драгов в катушках, твое мнение? Это, знаешь, как это, даже чем сравнить, в какую посуду что налито. Но у меня много драгов было, и мукаевский, и МТЦВшный, ну их все два. И разные смазки пробовал. Но панацеи кому что-чего нравится, от еще размера рыбы зависит. Но это надо прямо экспериментировать. У меня сейчас накопилось, и драги есть, и мукаевский, и МТЦВшный, и смазки разные есть. И в этом году я займусь как бы плотнее, чтобы понять. Но я точно знаю, что если брать драг мукаевский, смазывать его оригинальным мукаевским маслом, то оно очень скользкое. И для наших рыб оно слабоуправляемое. Ты просто закручиваешь очень сильно фрикцион, и как бы работы фрикциона, ну ее просто нету. Он там трещит, и все. МТЦВшный драг, он более сжатый, скажем так. Он со смазкой, если туда, например, я глич смазывал, глич более такой вязкой, то он работает интереснее. Вот, например, МТЦВшный драг и глич, дамблвик, такой прозрачный, интересная работа. И он не так. А у тебя сейчас все катушки с драгами? Есть и так, и так. То есть ты и так, и так. Да, да, да. Я хочу еще попробовать там некоторые смазки густые. Там Левиатан Инженеринг хочу попробовать. И МТЦВ разные. МТДГ, первый, второй, третий. Вот первый, второй есть. Третий, ну, я думаю, это уже для других целей. Но вот первый, второй хочу попробовать, посравнивать. Но панацеи точно нет никакой. И я могу сказать, что кто выигрывает, у них там никаких драгов-то и нет. Да, не знаю. Ну, как бы, зависит, наверное, от... Я столько вот сейчас вот там знакомым перебирал катушек. Драгов нет. Там не то, что... Или хуже нет. Там не то, что драгов нет. Там человек хорошо ловит, соревнования выигрывал. Все базовое. Ничего там нету. Все стандартное. Ничего там не надо смазывать. Единственное, бывает там подшипники насчет драгов. Бывает, что смазка драгов стандартных, да, забиты два подшипника. Нафига. Ну, они просто очень много смазки, и забиваются подшипники. А, она просто забивает. Да, и там шпули-то не крутятся. По сути. Вот, поэтому, говорит, какая там, какой драга, если у тебя забит подшипник с маской из драга, и просто шпули не крутятся. Какой у тебя драга там? Ну, да. А об этом никто не знает. Туда никто не лазит. Образно. Ну, они как бы используют катух, крутятся и крутятся, да, там что-то крутится. Ну, вот если, например, шпульку берешь, все разобрал, у тебя стоит подшипник в шпуле. Ну, почти во многих катушках, почти всегда. Да, да, да. Да. Ты насаживаешь его там, ну, хочешь на пинцет что-то, и крутанул, и он так. И встал. И встал. Да, да, да. Разобрал, промыл, замазал, ну, как бы то, что ты хочешь, там вставил, масло. Ну, понятно. И пошло, да. И когда рыба разматывает, понятно, что усилие там, ну, все это может скрадываться. Но все равно, что вот насчет драга и то, что подшипник забит смазкой или еще что-то, тоже немаловажно. Слушай, а в твоей стойке, ну, по палкам понятно, перемешку по прессе и родике, по катушкам тоже. А линии в основном какие ты используешь? То есть, ну... Я не парюсь. Ты вообще не паришься. Эстер, эстер, у меня дунаевский эстер. Я тебе вопрос про эстер задавать не буду. 104-й, 117-й. Ну, у меня нет претензий. Я пробовал и родиковский эстер, и санлайновский пробовал. Ну... Не-не, я имею в виду, больше сейчас ты чем ловишь там? Все, все, в зависимости от того, как ловится, как пойдет. Вот. И нитка, в последний раз в Киргизии я не мог ловить ни на что, кроме как нитку. Клевалась одна. Вот последний, просто последний выезд, как бы запоминающийся. Клевалась одна. Я беру какую-то другую линию, у меня не получается, ну, в смысле, беру флюрик, не получается. Сосед на флюрик ловит, я прям вижу его. Да. Другой на эстер ловит. На эстер, я ловил на эстер, к сожалению, почему-то, ну, обрывались, форсировал, когда обрывался. И на нитку. Вот на нитку никаких претензий нет. Вообще ноль претензий. То есть, просто ведешь, поклев, кому засек, сошел, сошла, ну, сошла. А в основном, да, но не было претензий к нитке никакой. А, кстати, возвращаясь к эстер, там же в Киргизии была история, что после первого дня все оставили там то ли на улице свои снасти, и у всех потом на следующий день эстеры прям лопались. То есть. Ну, там на улице не оставляли, там же в домике все заносили. А, просто мне рассказали, что это было на улице, я подумал, что эстер как бы воду впитывает, ты там замерз, когда минусовая, его просто взорвало, повредил. Да нет, там все оставляли в этих... В домиках? Ну, не в домике, в этом там, беседке, скажем так, ничего там не мерзло. Окей. В этом году, кстати, тебя заявили в МФК в команде он или спин. То есть ты... Там две команды должно быть. Нет, там одна, и ты в составе. То есть ты... Буду помогать ребятам. В планах как бы поучаствовать. Ну, там большой коллектив, большой коллектив. Кто-то сможет, кто-то не сможет. То есть там так будет. Ну, просто до этого ты в МФК не участвовал. Я в личке участвовал. В личке, да. Нет, в команду я приезжал, смотрел, но я не хотел... В последний раз ты был раннером Юниона. Юнион, да, да. Я не хотел вписываться в команду, потому что я не хочу как бы брать... Ну, не хочу, невозможно взять ответственность, когда ты знаешь, что фидерное соревнование есть. Есть команда фидер. Ну, понятно, да, у тебя пересечения. Да, и вдруг какое-то пересечение, и там пацаны как бы думают, что ты должен участвовать. И фидери. Поэтому я не смог, не могу так раз... невозможно разорваться. А в будущем не будет команда Дунаев или Траутленд? Ну, можно сделать, но пока не было планов. Сил много, да, наверное, уйдет? Ну, не сил, должен быть, как бы, знаешь, должна быть не просто команда, должен быть коллектив какой-то, который там будет все это двигать. Ну, мне кажется, скорее сделать там так, если смотреть, то, наверное, команду Траутленд, чем Дунаев. Потому что Дунаев больше специализирован и направлен на фидер, поплавок и зимний, наверное, да? Сейчас там разные направления. Сейчас три направления. Зуб – это спиннинг. Ага. Карпелл – это карп, и классический Дунаев – это фидер поплавок. А, кстати, учитывая, что Дунаев сам же палки катает, да, то есть производство удилища, спиннинг не было в планах? Можно сделать Дорн, ну, как бы смотать спиннинг, можно это сделать. Небольшая проблема, но этим надо жить, скажем так. Так, то, что делает Родиокрафт и все японцы, я уверен, что это вот примерно помещение, как здесь, просто знаю, как это делается, и там работают три, четыре. То есть небольшое производство. Да, да, да. И там просто есть мощность, которая делает образно там, там, сто палок, допустим, в неделю. Приходит заказ, они сделали сто палок там Родиокрафту, все. Пришел заказ там других, они сделали сто палок там другим. Это содержать производство свое, чисто под один бренд, это экономически невыгодно, особенно в Японии. Да, 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 понятно. Абсолютно невыгодно. Никто там не делает, кто-то делает там мукай, допустим, там Роб, там Валкейн, там Родиокрафт. Это не их собственное производство, это просто размещение заказов в каких-то мощностях. Слушай, а если говорить про производство не палок, а приманок, ну, то есть блесны у нас более-менее как бы все научились производить, а вот с точки зрения воблеров... Блесны не научились производить. Ну, есть Траутлайн бренд, есть там Наш, есть там Утсури и так далее. Ну, как бы это более-менее, то есть, но от отечественных воблеров там раз-два и обчел. Рынок маленький. Во-первых, рынок маленький, а во-вторых, я помню, мы стоим на водоеме как-то обсуждали, у тебя есть там, ну, как бы объяснить, что это реально очень трудно в производстве воблер. Ну, сделать людьевую форму очень накладно, и плюс ты должен уже не просто форму сделать, должен как бы сделать форму, потом и там склеить из двух половинок, да, это то есть рабочие кадры. И мало того, что ты сделал, что ты должен еще покрасить ее, одеть крючок, упаковать, и это... А если, ну, пойти по пути, там, взял форму и в Китае произвел? В Китае можно сделать, сейчас в Китае. Все, что угодно, да? Если видели бы вы сейчас, что в Китае, это вообще... Я уже насмотрел, я даже видел гидрам. Да, я недавно заезжал в рыбалк-шоп, там висят эти волкейновские куги и так далее, китайские. Полностью копия. Левормы видел, Рашбелы видел, Хейзи или что-то такое. Последний я еще видел Дейспраут, эти джаберы и... А, ну или вормы, да, от волкейновских. Вот, я видел это, но китайцы могут сделать тебе форму, но покрасить, одеть крючок, упаковать и того подобное, это должен быть японский фанат, рубрия какой-то, который это все сделает. Без фанатизма, ну не то, что фанатизма, в России люди даже за большие деньги не будут этого делать. Я столкнулся с этим неоднократно, без разницы, сколько ты скажешь человеку платить. Вот, допустим, образно, ты сейчас там работаешь, да, там, ну, образно, тебе там в подчинении, там, пускай, там, 10 человек, ты руководишь, там, все такое. Тебе скажешь, сколько ты получаешь? Ну, 200 тысяч. Давай, тебе 200 тысяч будут платить, а ты будешь сидеть весь день и одевать крючкой. Просто ничего не будешь думать, просто сидеть крючки и одевать. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Вот. Хотя... Да, хотя... Даже предложишь 300. Ты поработаешь образно, там, пускай там, полгода. Да ты охренеешь, когда на третий день эти крючки одевать просто уже. Вот, а японцы могут работать. Машинальная работа. Китайцы работают из-за денег, а японцы просто могут работать. А просто, ну, как бы, вот, увлеченность? Ну, нет, просто такой вот склад, такое воспитание, ну, такое мышление, воспитание, все. Эх, в общем, воблеров от Траутленда мы в ближайшее время не увидим. Вы ни одного российского бренда не увидите с воблерами. Слушай, как бы, у нас есть еще один вопрос от фаната, ну, не фаната, а мальчишке 13 лет. Он его просил именно тебе задать. Я сейчас тебе его зачитаю полностью. Он просил, чтобы ты ответил. Значит, зачитываю. Начну с водных данных. Мне 13 лет, турнирить начал в 23-м году и получаю от турнирной рыбалки безумное удовольствие. Вопрос, собственно, такой. Можно ли выделить топ-3-5 приманок и цветов, стабильно работающих на протяжении нескольких сезонов, дефис лет? Ибо с гонкой вооружения ящик стал уже неподъемный для парня в 13 лет. Акцент именно на приманках, которые стабильны на протяжении какого-то длительного отрезка времени. Ибо каждый год, если не месяц, появляется новая вундервафля, которая мастхэв, а через месяц она забывается. Скупать все и вся нет возможности, так как мое увлечение спонсируется только старшим братом, и бюджет определяется им. Вот такой вопрос. Не надо заниматься форелью. И дефидер, да? В мормышку. Много интересных, скажем так, рыбалок. Но если форель, конечно, захватила, то ничего не сделаешь. Но много рыбалок, где нужно будет именно думать головой и работать руками. И не нужен будет кошелек, скажем так. В фореле, к сожалению, с годами я понял, что гонка вооружения... Даже не гонка вооружения, а просто коллекционирование и того подобное, она большая. Но все равно ответить человеку хочется. Да, 3-5 приманок. Это однозначно надо МОКИ. Ну, СС просто проще, потому что ты можешь палку поднять, будет СС проще. Ниже, ниже, да. Ф-кой ты не сделаешь. Хотя Ф-ка более активная тоже должна быть в арсенале. Ну, ДРСС... Окей, МОКИ, ДРСС и Ф... МОКИ, ДРСС, всех цветов, которые есть у Родиокрафта, все хорошие. Выбирай, какие вы обязательно цвета на копоть, 2014-2015 цвета. Ну, кстати, у тебя любовь к цвету на копом такая. Они просто должны, потому что у нас вода мутная. Вот. Потом должен быть цвет розовый, шард резный, мадженто, вот этот, обычный розовый. И перечного цвета, там есть такой, такой, коричневый, не коричневый, коричневый. Да, там много у них коричневых оценков с такими точечками перечными. Короче, в принципе, МОКИ хватит 5 цветов, остальное там, вот. Это то, что касается МОКИ. Потом должен быть воблер с большим погружением, по НИКРО-ДР. По НИКРО-ДР. Да, по НИКРО-ДР. Один ГЛОУ обязательно. Ну, там у них цветов много, как бы и лишних, но есть и хорошие. Вот, там я, цвета, название цветов, там у них название цветов невозможно, да, там, нет. Номеров нет, там название, вот, по НИКРО-ДР, МОКО по НИКРО-ДР. И что-нибудь сверху, ну, то, что более-менее доступное, я бы сказал бы, это ВАХ, ТРЕМО или ВАХ, вот, который горизонт выше пойдут МОКИ, это я про воблеры, вот. Ну, тот же Rush Bell, который 33, который поглубже, DR, наверное, он там. Нет, там нет DR, а там есть 33 и 33MR. 33MR, значит. Значит, МОКО. У него лопатка как раз побольше, по-моему. Да, 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 он идет где-то 80, вот, примерно. Да, 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 он до метра. Да, и вот три горизонта ты закроешь, МОКО это полтора, там, около полутора метров, плюс-минус там, потому что он тонущий, можешь на три его, в принципе, загнать, полку вниз. По ней КРДР, если рыба стоит 2,5 метра и ниже. И верхний горизонт, это ВАХ, ТРЕМО, Rush Bell. А если по блеснам? Если по блеснам, всеми любимый этот пал 3,8. 3,8. По дну, просто по дну, в заброс, по дну и все. Из того, что, ну, как бы, я на своих не буду, там, состоящих из других. Потом фикс 2,5, нормальная блесна, ну, не то, что стабильная, но... В расцветке осенью вот этот вот такой лист или какая-то. Да, их там много, да, 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 да. Ну, если что-то нравится из того, что просто вот проще купить, потому что Форест, он приходит, я вот как-то с Норрисом не сильно, у меня есть руни, по-моему, лет 5 лежат, вот, горсти, никуда, ничего, никак не могу. У тебя, кстати, много приманок, которые еще в воде не бывали? Не, я стараюсь бросать все. Все прогнать, да. Я беру с собой прям, и то, что не ловил, беру и прям на них ловлю. Вот. И из такого, чтобы среднего, в районе 2,5 грамм... Не, это уже фикс ты назвал 2,5. Ну, фикс 2,5, еще что-то повыше, в районе, там, 1,8. Ну, хант, этот, вельвет. Ну, кстати, тот же самый бан на 1,4. Бан на 1,4, но только надо их где-то найти, купить. От того, что можно в Москве купить. Бану сейчас вроде можно, там, я и в барахолках видел, и вроде как сейчас и японские снасти будут возить. Ну, вот, фора 1,8 есть, 1,2,1. И у меня это и другая есть. Я на них периодически ловлю, и очень мне нравится. Стабильная игра, стабильная. Вот. Я бы, наверное, ее буду. Из того, что просто у меня есть. Окей. Да, принимается. Короче, пал 3,8. Фикс 2,5. Фикс 2,5. И фор 1,8 и 2,1. Форте. Форте, форте. Вельвет арт, форте. Да, вельвет арт, форте, да. 1,8. 2,1. 2,1, да. Ну, в принципе, да. 2,1, лучше 2,1 взять. Все горизонты будут закрыты, да. Да. Окей, спасибо. Ну, и давай, наверное, закругляться. То есть, довольно уж так много пообщались. В целом, наверное, такой у тебя вопрос. Какие у тебя ожидания от этого сезона? И будет ли у тебя движение больше в фореле, или все-таки ты останешься верен себе и поплавок и фидер? Нет, я останусь верен себе и поплавок и фидер, потому что есть Кубок России, Чемпионат России. Но тот сезон форелевый был суперским, просто суперским. А если форель станет официалкой? Если. Когда станет, посмотрим. Ну, тут ходят слухи. Ну, давно они ходят, уже лет 3-4. В том сезоне, в 23-м, были суперсезоны, я считаю, для фореля были просто, это и Питер, и Белоруссия, и Киргизия, и Парус соревнований, и Самара были. То есть, было супер, ну, много. Ну, набирает движение. И плюс были призовые, и коллектив хороший, и мастерство людей сильно там растет. К тому, что я думаю, что если в этом году будет то же самое, что в том, это уже будет хорошо. Потому что в тот год, 23-й, был супер топ. Ну, мега интересный был. Максимально насыщенный, можно было везде, где, если еще успевать везде кнопку нажимать, то можно хоть каждый день там есть. Да, каждый выходной практически можно было играть, и при этом был еще выбор турниров. То есть, ты мог поехать на один турнир в эти выходные, или на другой. То есть, да, если будет такой же сезон, будет интересно. Будет вообще. Ну, спасибо большое, Юр, что пришел. Было мега интересно. Так, встретимся на водоемах. Да, до новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok